Продолжаем. Очень обидно для нашего сторонника партию. Мы выиграли. Играем в d6. Играем. Слон d7. Ферс c8. Кой на d8 идет? Не, не, не. Может и да, кстати. Да, наверное так. Так, что теперь? Теперь е6, он е7, кунев 8, кунев 8. Ага. Двойной еще анкета? Да, только анкета нет. Так почти. Да, наверное, что двойной. Так, теперь нам надо разобраться в этой позиции и понять, какие у нас планы. Атака на короля. О, неплохо. Потом c6. Где b8? А, ну либо ладзи b8, либо а5. Мы же можем выиграть после клана а7, но, к сожалению, так не последовало. А5. А5 вообще без того, по-моему, что нет. Ну только что, а5 а4. Атака пешечного меньшинства. Какое-то оно совсем-совсем меньшинство в этой тропе. Ну либо ферс b7, но ферс b7 это слишком мощно. Мы сразу показываем свои планы. Да. Зато мы напали на пешку. Ну теперь уже а5. А5? Может, d5? d5? d5, ну е5 получим. Кунь е4, шаг какой-то. Слон е4 забрал. Слон е4 было бы неплохо для нас. У нас белобойный слон станет хорошим. Слон е4. Ну, мы с лон е4 будем походиться играть. У лоба действительно нет, но... Вот тяжелый выбор. Слон а3 ты хочешь? Можно слон са6? Слон а3, слон b4? Есть уходы кандидат. Основные, мне кажется, такие. Слон са6 очень интересные. Где лучше король на c1? Наверное, лучше все-таки ставить его там, где он есть. А что на коне е4? А, вот так вот? Окей. А теперь, походу, мы выиграем фигуру. Да, тут, кстати, кони кунь f2, что ли? Не, может, d5 или кунь f2? А, d5, кстати, нам же на c5 шаг есть. Это обидно. Кунь c5 надо играть, соперник. Нет, d5 сильный ход, соперник. А что на слон d5? Что на c5? Заберу на е4. Так шо? А, ёброс. Ну, что надо так играть? Ну, а пешкой посчитать. Ну, ладно. Надо теперь, видимо, просто уходить к королям? Вопрос куда лучше? Тоже в 8. Точно? Потом на c6 короля c7 вот где подключается. Все, я понял. Ничего не понял, но ладно. Кого бьем? Слона. А, конь d5 что будем делать? А, коня бьем. Ну, потом. Слона. Ферс b4, по нд5, ферс е4. А, ну, взять коня вообще не можем. Потому что если коня е4, у нас висит мат по последней. Мы обязаны брать слона. Тем более. Еще есть ферс а3 ход. Правда не знаю, на сколько он хорош. Вряд ли он очень хорош. Ну, ничего, ничего. Побоимся и в этой позиции. Хотя, конечно, она не очень. Например, конь c3 есть ответ. Конь c3? А, ферс а8? Ну, ферс а8 единственный ход, потому что иначе мы мат получаем. Да. h6. Ну, h5. А, h5 пода еще одна линия. Все надо нах5 играть. Ну, ладно, давай h5. Так, теперь нам нужно где-то отъесть ладью. h1. Хитрым маневром. Пока что непонятно. h6, h7. Конь на d8 неплохо защищает все поля. Ну, наверное, близки к тому, чтобы получить мат. Потому что опять не сыграли. Да. Теперь ферс а8 плохо расположен. Нет, ферс а8 неплохо расположен. Это зря. Ну, успешно опять было бы полов. Нет, мы, кстати, грозим ладья d8, конь d4. Неожиданно белый король в беде. В чем мы можем где-то ферзя словить? Первый ферс б7, ладья d8. Нет, я не знаю. Мне кажется, что сейчас позиция начинает перекручиваться очень быстро. В другую сторону. Совсем. Берем. Берем. Не уверен. Обратно. А, окей. Соскаем. Не знаю, что-нибудь придумаем. Почему не бедно сусели? Ну, я бы сам взял бы этого коня. Нужно, чтобы все фигуры работали обязательно. Да, но надо, чтобы все фигуры работали. Все-таки мы недавно Каспарова смотрели. Надо показать, что мы чему-то научились. Буду заползать по первой, значит если по второй не дали. Ну так. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас будет обострение. Конфликт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нам сейчас матская еще. Где? Где? Какой мат? Никакого мата не вижу. А, я себе раздаю 4 ферзда. Да. Ферзда 8. А. Э, ну можно шаг дать. У тебя мало времени. А что ему делать? А, все. Нет, тут, кстати, все и по позиции тоже. По-моему, соглашусь. Да, нету вечного шага. Вечного шага нет. Мы сейчас все поменяем и пешку аж проведем. Да, выиграл. Ну отлично. Чистая победа, по-моему. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо.